Девушки отдыхают Девушка любила ночевать одна в их загородном доме. Внезапно Катя услышала, как кто-то скребется во входную дверь. Она спустилась, чтобы посмотреть на непрошенного гостя, и обнаружила на крыльце собаку. Животное сидело под проливным дождем и дрожало. Когда Катя увидела дворняжку, то едва не расплакалась. Собачка была такой жалкой, замерзшей и грустной, что девушка решила впустить ее в дом. Пес вошел и лег на коврик в коридоре. Катя налила собаке воды и положила обрезки мяса в блюдце. Животное было вялым и сразу задремало. Громова тоже пошла спать, решив оставить пса в доме на ночь. Катя выпила снотворного, поэтому спала очень крепко. Когда она проснулась, за окном уже было светло. Девушка услышала крики Виктора и выбежала в коридор, не понимая, что случилось. Она увидела жениха в комнате на первом этаже. Тот держал в руках за шкирку собаку и грязно ругался, пытаясь вышвырнуть животное из дома. Девушка взглянула на диван, где лежало подготовленное к торжеству свадебное платье, и обомлела. Прямо на белоснежном подоле она обнаружила новорожденных щенков. Весь наряд был безнадежно испачкан и разодран когтями. Оказалось, что бродящая собачка была беременна и ночью пробралась в комнату, выбрав для себя свадебный наряд в качестве подстилки. Здесь она ночью и родила своих щенков. С утра Виктор вернулся с дежурства и увидел эту картину. Парень взбесился и начал зло трясти собаку, когда его застала Катя. Девушка была в ужасе. Увидев во что, превратилось ее свадебное платье, но еще больше ее шокировала жестокость Виктора. Парень начал хватать щенков одного за другим и вышвыривать их на улицу. Прямо в открытую входную дверь Катя похолодела, а Виктор громко возмущался. «Что ты наделала, курица? Посмотри, во что превратила эта тупая псина твой свадебный наряд!» Громова так рассердилась, что начала кричать в ответ на Виктора, запретив ему трогать животных. Она собрала всех щенков, вернула их на прежнее место, затем подбежала к скулящей четвероногой маме и тоже положила ее на свадебное платье. Она понимала, что наряд уже не спасти. Однако в этой ситуации Виктор, по мнению Кати, повел себя совершенно отвратительно и жестоко. Громова заявила жениху, что свадьбы не будет по двум причинам. Во-первых, ей нечего теперь надеть, а на покупку нового наряда нет времени. Во-вторых, она не хочет выходить замуж за человека, способного с такой жестокостью швырять крошечных щенков. Виктор ушел, хлопнув дверью и, назвав Катю ненормальной. Девушка осталась одна и сразу направилась к новоиспеченной собаке маме, чтобы покормить ее и успокоить. Громова не пожалела о своем поступке. Она абсолютно убеждена, что Виктор ей не пара. Девушка назвала собаку Найдой и окончательно забрала ее к себе. Щенков она довольно быстро раздала, когда они немного подросли. Катя живет одна и верит, что еще встретит своего человека, мужчину с большим сердцем. Дрек.